По сравнению с 2016 годом численность детей-аутистов нашего региона выросла вдвое, с 400 до 800 человек. Обучение таких детей возможно только при помощи создания особых ресурсных классов. В Самарской области такой класс единственный и находится он в школе Южного города. Мы называем это мягкой инклюзией, да, то есть то, чего ради мы собираемся в эти кучки и создаем ресурсные классы, это мягкая инклюзия. Мы мягко вводим ребенка в его класс нормотипичных обычных детей. Не кидаем, не сажаем его за парту и говорим, так, Васенька, давай-ка ты включайся как-то сам, потому что если так с ребенком с аутизмом поступить, это будет очень катастрофично для всех. Помимо помощи детям необходимо оказывать и психологическую поддержку родителям, считают эксперты. Принять ребенка таким, какой он есть, интегрироваться в его мир и постараться понять под силу не каждому взрослому. Воспитывать особенных детей нужно точно так же, особенно, учитывая все черты их характера и некоторую замкнутую, свойственную детям с таким диагнозом. Обучение и развитие ребенка в ресурсных классах идет с учетом всех этих критериев. В первую очередь, абилитация ребенка с аутизмом начиналась с того, чтобы занимались именно семьей ребенка с аутизмом, чтобы была возможность ко-терапии. То есть не только вот этих занятий у специалистов, но поддержка и постоянное подкрепление тех навыков, которые получает ребенок на занятиях у специалистов в быту. В некоторых регионах страны проблему обучения, воспитания и сопровождения детей с аутизмом решают при помощи тьютеров. Это люди, которые прошли специальную подготовку и работают с особенными ребятами. Как правило, тьютеры появляются в учебных заведениях, когда руководство школы отходит от общепринятых стандартов образования, считая, что одна и та же программа подходит не всем. Собравшиеся надеются, что с течением времени подобных педагогов и ресурсных классов в Самаре области станет намного больше. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Николай Сидоров. События.